Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс. Новости в студии Кристины Ситниковой. Сегодня в выпуске. Посмертная награда с родственниками погибшего участника СВО. Встретился глава округа Евгений Корж. В зону СВО два автобуса и внедорожник пополнит материальную базу приморских морпехов и отряда «Тигр». Линейный отдел предупреждает, что железная дорога не место для прогулок и просит родителей напомнить детям об опасности игр на путях. Прогноз синоптиков. Первый день лета ожидается прохладным и пасмурным. 20 номеров. Отчет на концерт прошел в Доме культуры «Искра». С чего начинается Родина? Творческий фестиваль с таким названием состоялся в городе. С родственниками погибшего участника СВО встретился глава округа Евгений Корж. Наш земляк Семен Братушев пошел добровольцем в составе отряда «Тигр». Мужчина погиб при выполнении боевой задачи 9 сентября прошлого года. Посмертную награду медаль Приморского края вручили его жене и детям. В соответствии с распоряжением губернатора Приморского края 14 марта 2024 года номер 36 РГ. Медаль у Приморского края участнику специальной военной операции отряд «Тигр» награждается пасмурно братушев Семен Анатольевич. Медаль передается супруге. Честь и мы хлопаем, потому что мы можем. Это помощь, которая от нас, как самодельный, нужна. Мы всегда оказываем. Говорите, не стесняйтесь. Он действительно отдал жизнь за други свои, не только за нас всех, и за свою семью, за детей, но и также за тех ребят, с которыми он был там. Они сказали, что за все эти периоды у них были потери, но это была самая тяжелая потеря. Потерять Сему, это его позывной. Он стал настоящим им там товарищем. Планируешь ли ты в будущем связать свою жизнь с армией и в каком-то смысле продолжить дело от твоего отца? «Естественно, именно для этого я и поступил в Уссариско-Суворовское военное училище. Я до конца пока не определился, но думаю, это будет что-то связано с пехотой. Это более опасный род войск, которые в основном постоянно идут в атаку. И мой отец также пошел туда, чтобы защищать свою родину. Я думаю, это достойный выбор. Два автобуса и внедорожник пополнят материальную базу приморских морпехов и отряда «Тигр». Партию техники передали бойцам зону СВО. Благотворительный фонд «Руссар» и Общероссийский народный фронт. Как оказывают поддержку нашим солдатам, расскажем в сюжете. Машины подготовлены и готовы к работе, в том числе в боевых условиях. Новая партия техники поступит в распоряжение 155-й бригады морской пехоты Ордена Жукова и приморских добровольцев отряда «Тигр». Мы вместе с организацией «Руссар», это вот они предоставили джип, который проходимый и нужен для выполнения боевых задач. Наши два автобуса пойдут для логистики ребят. Возможно, они их переделают под какие-то задачи. «Атлас» мы до этого отправляли, они переделали под подвоз снарядов. Поэтому для чего будут использовать бойцы? Главное, чтобы им это помогало». Благотворительный фонд «Руссар» и Общероссийский народный фронт уже не первый раз оказывают поддержку нашим бойцам в зоне СВО. Организации смогли отправить более 30 машин разной модификации благодаря пожертвованиям компаний, предприятий региона и простых людей. Активисты «Приморья» постоянно оказывают помощь в передаче специального транспорта военным подразделениям. «На данный момент мы встречались с ребятами, которые уже эксплуатируют наши машины. И, слава богу, конечно, все единицы техники, почти все, в строю ремонтируются. Которые, допустим, выходят из строя, мы отправляем запчасти. Ребята там уже модернизируют под себя, под свои цели и задачи». Напомним, Приморский край входит в пятерку лучших регионов России по подготовке участников СВО и оказанию мер поддержки военнослужащих и их семьям. Диана Мазур, Телемикс. Начались летние каникулы, и поэтому линейный отдел МВД Уссурийском предупреждает. Железная дорога – не место для прогулок. И просит родителей напомнить детям об опасности игр на путях. «В преддверии летних каникул сотрудники транспортной полиции Уссурийска напоминают, что железная дорога для всех, а для детей особенно – зона повышенной опасности. Только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей. Находясь вблизи железнодорожных путей, нужно быть предельно бдительным самому и внимательным к окружающим. Благодаря профилактической работе, проводимой сотрудниками полиции линейного отдела на станции Уссурийск с 2019 года на объектах железнодорожного транспорта, расположенных на территории Уссурийского городского округа, фактов детского травматизма допущено не было. Стоит отметить, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, а навлечет административную ответственность, вплоть до уголовной. За нарушение правил безопасности детьми ответственность несут их родители. Помните, соблюдая меры безопасности, вы сохраните жизнь себе и своим близким». Объекты строительства спортивных площадок округом посетили общественные наблюдатели Уссурийска. Комиссия оценила качество работ, а также обратила внимание подрядчиков на недостатки, которые необходимо устранить. Диана Мазур продолжит выпуск. Обновлённые спортивные площадки у школ в посёлке Тимирязевском и села Борисовки готовы к проверке. Народные контролёры вместе с представителями администрации округа оценили качество проделанной работы. Не обошлось и без замечаний. «Проехались мы сегодня по объектам. Объектов было четыре. Ну, как бы, наверное, основная сегодня была школа Борисовская. Там практически закончили работы по покрытию. Ну, есть, конечно, недочёты, обещают исполнить. А в Тимирязевке очень, очень неинтересное покрытие. Пока ещё тоже обещают нам это всё исправить». В школе посёлка Тимирязевского реализуются сразу два проекта с полем для мини-футбола и воркаутом. Здесь же сделают волейбольную площадку. Борисовки реконструировали многофункциональную спортивную территорию. Подрядчики укрепили основание и заменили прорезиненное покрытие. Теперь занятия будут ещё безопаснее. Также наблюдатели проверили, как ведёт себя в использовании новая лестница детской школы искусств на улице Пушкина. Капитальный ремонт ступенек позволил оборудовать ещё два учебных класса на втором этаже здания. Напомним, обустройство спортивных площадок проводится по программе «Твой проект» и «Молодёжный бюджет». А ремонт лестницы сделан в рамках национального проекта «Культура». Диана Мазур, Ларион Николаев, Телемикс. День российской адвокатуры отмечают сегодня в России. Мы побывали в самой крупной адвокатской конторе «Уссуриска». Леденёв и партнёры и пообщались с основателем компании. Матёрый юрист поделился с нами мыслями о призвании, о том, что закоренелых преступников не бывает и что все имеют право на заботу. В гостях побывала Ирина Мигунова. Добро пожаловать к нам в контору адвокатов «Леденёв и партнёры». Мы существуем для людей, мы существуем ради людей. Вот уже 27 лет мы работаем на этой ниве. Наша контора – это прежде всего люди, мои коллеги и адвокаты. На них можно опереться. Это профессионалы высокого уровня. И причём они профессионалы в очень многих отраслях права. Начиная с уголовного, кончая с семейным, гражданским и корпоративным правом, налоговое право. В общем, всё мы захватываем. Я безумно рад, что оказался именно у Юрия Владимировича в конторе, поскольку замечательный руководитель, замечательный коллектив, который всегда поддерживает, подскажет. Считаю, что мои на сегодняшний день уже коллеги – добрые, отзывчивые люди, которые всегда мне готовы прийти на помощь. Поистине считаю их профессионалами своего дела, и мне действительно есть чему у них поучиться. Ошибаться можно, врать нельзя. Честность – это главная креда моих коллег, адвокатов, меня самого. Нужно людям говорить правду. Это самое главное. Сомнений в выборе моей профессии у меня никогда не возникало. Вот никогда с первого дня. В 91-м году я уволился с военной службы, и в 92-м году пришёл Приморскую краевую коллегию адвокатов. И потом всё-таки пришёл к выводу, что нужно сделать свою консультацию. Единомышленник был Александр Владимирович Григорьев, вот мы ушли с ним вдвоём. И тут же к нам пришёл Кутафин Саша. С того времени ни секунды не жалею, что стал заниматься именно этим делом. У меня отец всю жизнь был юристом, вот, и дед тоже был юристом. Так что я юрист в третьем поколении. Хочу показать вам вот снимок. Я и мой сын Илья, ему сейчас 32 года, он занимается финансами. Я когда смотрю, серотонин рождается в голове, вот, и я чувствую положительные эмоции. Дети, жена, всё это помогает выстоять в жизненных бурях, закаляет человека. Помогает ему не опускаться, не расслабляться, быть в тонусе, держать крепко знамя, но и бежать по той дороге, которую он для себя выбрал. Ситуации бывают самые тяжёлые, неоднозначные, но я всегда помню одну мысль. Люди, которые обращаются, они все граждане России. Плохие, нехорошие, полухорошие, полуплохие, но они все граждане России. И они имеют право на заботу, на заботу о них. Таких, закоренелых преступников, таких вот изначально, их нет. Их просто нет. Люди бывают порой раз обиженные на какие-то события в жизни, на всё, что угодно. Но мы должны людям открыть окно в этот мир, показать возможность исправить ситуацию, в которой он оказался. Как не выгореть? Читайте книги, читайте классику Толстого, Достоевского. Я люблю готовить на костре. Хорошо варю шурфу, хорошо жарю мясо. Хорошо варю уху. Воздух, природа, свежесть, готовка, казан, огонь. Всё это здорово. В общем, блюдо на огне. Вот мой конёк. Пока бежишь вперёд, ты живёшь. Как только остановился, ты откатился назад. Останавливаться нельзя. Ни в коем случае. Впереди короткий рекламный блог. Оставайтесь с нами. Далее вы увидите. Сначала дождь, потом солнце. Синоптики дали прогноз на эти выходные. Отчёт на концерт. 20 лучших номеров представили творческие коллективы «Уссурийска». Играй гармонь, душа России. Любители народной музыки встретились на шестом творческом фестивале. Это вечерний выпуск программы «Телемикс новости». Идём дальше. Первый день лета ожидается прохладным, пасмурным и дождливым, сообщают синоптики. Однако в воскресенье погодные условия изменятся. Заметно потеплеет и осадки закончатся. Вся суббота из-за взаимодействия атмосферных фронтов будет ненастной. Но при этом морозь станет сопровождаться лёгким южным ветром. Температура воздуха пока тоже не порадует. Столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Тем не менее, 2 июня солнце согреет «Уссурицев» своими лучами. Ожидается малооблачная и ясная погода. Станет теплее до плюс 21 в понедельник. Также осадки маловероятны. Отчёт на концерт прошёл в Доме культуры «Искра». 20 лучших номеров предоставили творческие коллективы «Уссурийска». Вокал, эстрадный и народный, хореография, монологи, настоящий праздник искусства подарили зрителям. Предлагаем и вам присоединиться к овации. С молодых ногтей и до глупых сил люди поют, танцуют, пишут стихи и прозвольт, сочиняют музыку. Сегодня Лариса Ужовская, художественный руководитель студии эстрадно-джазового вокала «Овация», выступает в разговорном жанре. Проникновенный монолог о людях искусство читает неспроста. Итоги года подвели в Доме культуры «Искра». Творческий коллектив подготовил сразу несколько номеров. Так как у меня разновозрастной коллектив, у нас есть девочка совсем молоденькая, она будет петь. У нас такую стилизованную песню а-ля народная. А вообще-то у меня есть и кроссоверное пение, это вот моя академическая певица. У меня есть и эстрадный дуэт под названием «Эх, прокачу». И также наш солист, бессменный и незаменимый Валерий Харченко. Это разноплановые песни, разножанровые песни, и я думаю, что зрителя ценят. Образцовый детский ансамбль танца «Карамель» – эстрадные песни «Ритмы сердца», групповые и соло-номера. Здесь собрались на сцене, чтобы подарить зрителю творчество. Более ста артистов самого разного возраста представили свои лучшие работы. В отчетный концерт были включены 20 выступлений. В данном концерте представлены лучшие творческие номера каждого коллектива. Эти номера неоднократно сообновили с лауреатами, чемпионами всевозможных не только городских конкурсов, но и все российские. Ну а впереди новые номера и победы. Работа не останавливается и уже 1 июня, в День защиты детей, горожане и гости Уссурийска смогут проникнуться к творчеству, которое подготовила клубная система округа, к празднику. Виктория Калинина, Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс. С чего начинается Родина? Творческий фестиваль с таким названием прошел в ДК «Искра». В гости приехали друзья движения «Играй гармонь, душа России». Мы побывали на концерте, порепетировали и попели вместе с артистами. Ирина Мигунова даже выучила два аккорда на балалайке ради такого дела. Это группа «Соловушки» из Артема плещет задором еще на подступах к ДК «Искра». Приехали в гости к таким же любителям народной музыки. На шестой фестиваль «Играй гармонь, душа России». В Уссурийске это уже четвертый ДК, в котором мы выступаем с огромным удовольствием. Наш город побратим. Что приготовили и что привезли? Выйду на улицу и казацкую лесгинку. Ойся! Тема у нас получается «С чего начинается Родина?» И наши знаменитые артисты, которые любят народную песню, привезли нам разную. Вот будем сегодня слушать, кто во что гораздо. А гораздо и все творить на любой лад. Эти строгие дамы – железнодорожницы, которым рельсы напоминают нотный стан. Хору «Вдохновение» у Сурийского узла уже 22 года. Коллектив взрослый, серьезен и подход руководителя. По партиям, да, по голосам у нас трехголосье, строгое. И репетиции проходят у нас два раза в неделю. Мы поем не только железнодорожные, у нас и народные песни, общие, веселые и патриотические. Ну, все песни у нас есть. Редкое зрелище увидели гости фестиваля от воспитанников детской школы искусств. Калмыкский танец из репертуара балета Игоря Моисеева – нетипичная этнохореография на сцене провинциального ДК, то еще и с таким мастерством исполненная. Очень сложный номер, над ним работали долго, год, его ограняли. Главная сложность – это все делать одновременно, не путаясь друг в друге. Для нас одним из самых трудных и таких, ну, зрелищных моментов вращения на сей день, когда мы вдвоем должны делать вращения одновременно, но, конечно, не всегда получается, но мы стараемся. Парни изображают всадников на лихих конях, а я изображаю орла, который кружит над ними, вьется в небе, ищет себе добычу, падает камнем вниз и летает. Интересный ансамбль из Линевичей приехал в гости. Два взрослых аккордеона, один детский и голоса. Причем привезли артисты авторские песни – «Парта героя» и «Школьный вальс». Фестиваль «Игра и гармонь душа России» бесконечен, пока есть любители народной песни. Следующий, седьмой, пройдет по осени в конце сентября. Увидите афиши, обязательно присоединяйтесь, как Ирина Мигунова и Роман Адонин. Кубок Приморского края по джип-триалу прошел в окрестностях Уссурийска. За селом Утесным зрители могли наблюдать сражения механических монстров с природой. Кто кого мы узнали на месте, пообщались с создателем франкенштейнов на колесах. Десять минут от города и вот такое шоу в лесу под Уссурийском. За Утесным Буддой разверзлись хляби грязевые и попытались поглотить участников Кубка Приморья по джип-триалу. Но не тут-то было. Экипажи приехали подготовленные. Где не сами пробрались, там на лебедки дотащились. Локация очень интересная. Прямо замечательный рельеф, который позволяет написать трассу разного характера. Здесь есть и болото, и уклоны. Есть сложные участки, есть динамичные, то есть не скучные. Поэтому потенциал у места есть. Поэтому здесь и остановились. На локацию давалось 15 минут. Проходить ее нужно чисто. То есть не задеть, не помять и не потопить вешки. И в принципе финишировать целыми. А не как у сурийский экипаж Андрея и Станислава Шапаковых. Поломались. Еще раз поломались. И поэтому машина заглохла, и привода. Мост отказал. Починились. Сейчас вот лебедку чиним. Откатать, надеемся. До призов нам, не знаю, как повезет. Я думаю, что не повезет. Пока обед, все, кто поломался, чинится. Кто жив, цел, орел. Можно подкрепиться, машинкой похвастать, побалагурить. Поставили пластиковый капот, двери, для того, чтобы было меньше веса. Обрезали ему крышу, опять же, для удобства. Самое главное – это крылья. Чем легче крыло, тем сразу можно вылетать из всех. А вы автор крыльев. Ну я так, не хочу рекомендации, вношу конструкцию транспортного средства. Но я считаю, крыльями он отлично смотрится и хорошо едет. Под грязью видны в основном кузова Сузуки Джимни. Но это что за красотка? Прото-Нива. Боками – отечественно, нутром – иностранно. Все переделано полностью. От Нивы только кузов. А так все обычно. Мотор другой, мосты другие. Ну и все. Почему вы выбрали именно Ниву для того, чтобы выглядеть вот так? Ну это у нас в клубе есть такой товарищ Дэн Нива. Вот он всех заразил, получается, все на Нивах ездили. А это не Джимни маленький, а пилот, игрок чемпионата России по баскетболу Даниил Соловьев. Как помещается, спрашивать не стали. Зато узнали, зачем менять белые кроссовки и паркет на черную жижу и лес. А летом нечего делать получается. У нас как раз в межсезонье. Надо как-то перезаряжаться. Я там от гонок отдыхаю, здесь отдыхаю от баскетбола. Это Джимни одна из немногих машин, где у меня колени под рулем помещаются. Хотя это удивительно очень. В итоге победителем стал экипаж из Владивостока на том самом крылатом красном джимни. Дмитрий Малащенков и Денис Потоцкий победители. Экипаж баскетболиста с серебром. И на третьем месте тоже Владивосток. Артемовские Нивоводы четвертый, а уссурицы стали пятыми. Ирина Мигунова, Роман Адонин, Михаил Дюжев. Уссуриск. Пока это все новости. Больше информации ищите в наших социальных сетях. Этим вечером с вами была Кристина Сидникова. До встречи.